Так, всем привет, меня зовут Иван Карев, да, я работаю в Яндексе, и сегодня я хочу вам рассказать про фронтенд и аналитику. Кликер, работает. Смотрите, фронтендеры, они люди разносторонние, обладают разными навыками, в том числе они умеют делать бэкэнд, фуллстек разработчики. Еще они умеют у нас тестировать, вот о чем ребята до этого рассказывали. Еще у некоторых из нас есть чувство прекрасного, они умеют делать дизайн красивый. А вот про аналитику на самом деле не очень много рассказывают, но мне кажется, это интересно. Ну, и это вообще то, кому чем интересно заниматься. Вот аналитика — это про то, как устроен мир, как сделать людям хорошо, но для этого нужно знать, на что опираться. Скажите, а у кого-нибудь из вас в командах есть выделенные аналитики? Вот это да. Здесь небось половина индексоидов, просто руку подняли. А аналитики — это такие крутые люди, они что обычно делают? Они считают что-то и делают какие-то выводы, там, хорошо или плохо, много-мало, включить-выключить. И для этого они используют разные инструменты. Ну, это может быть обычная табличка в Excel, чаще всего с этого начинают. Это могут быть какие-то специализированные инструменты, метрики, Google Analytics или что-то еще свое. И вообще зачем все это надо? Ну, это надо для того, чтобы понять, как устроен мир, и конкретно для того, чтобы понять, что же происходит у пользователей, как они живут. Знать, что они видят, когда они видят, куда кликают, зачем кликают. Знать, это для всех, уметь находить какие-то конкретные проблемы у каждого человека. И мне кажется, это очень крутой навык, и было бы здорово им обладать. И, собственно, поэтому я вам это рассказываю. Хочу, чтобы вы этому тоже научились. Я вам расскажу несколько примеров задач, которые мы решали. И в том числе вы можете их у себя на сервисах тоже попробовать порешать. Все свои примеры я буду приводить на основе метрики. Скажите, кто-нибудь не знает, что такое метрика? Круто, значит, я не буду рассказывать, как ее поставить, как включить. Начнем с ресурсов на странице. Я про это уже давно рассказывал. Сейчас хочу про это еще чуть подробнее рассказать. Ну, казалось бы, ресурсы, но все же понятно. Вот мы написали нашу HTML, в ней есть скрипты, CSS, картинки. Все же понятно, сколько их там, когда. Но бывает так, что на самом деле это у нас все понятно. Вот мы включили свои DevTools, и там все видно. А вот у пользователя не так. И, собственно, почему не так, и сколько не так, хочу показать. Обычно, когда говорят про ресурс на странице, имеют в виду два аспекта. Это производительность, ну, потому что ресурсы бывают блокирующими скрипты. Ресурсы бывает много весит, могут канал забивать. Соответственно, от их порядка, загрузки, размера много еще зависит от того, что происходит в качестве скорости. А второй аспект — это безопасность. То есть мы хотим быть уверены, что там все хорошо, все правильно, нет ничего страшного, лишнего. Вот. Две вещи взаимосвязаны, и техники для вот их получения, они примерно одинаковые. Получить список ресурсов на странице довольно просто. У нас есть ресурс тайминг API, довольно давно уже везде поддержано. Вот там циферка 71 с лишним процент браузеров его поддерживает. Просто вот такую штуку вбиваете в скриптах, и вы получаете объект, точнее массив объектов. В нем есть много-много-много разных свойств. Они все полезные, но вот, например, из-за того, что полезного есть, есть просто имя этого ресурса. То есть вы можете понять, какие вообще бывают ресурсы у нас на странице. Есть тип, кто его инициировал, то есть можно понять, откуда он взялся. Есть, например, время его скачивания, общее. Ну, тоже понятно и интересно понять, сколько же время он появлялся. Есть еще другие штуки, они в основном про сети, они все интересные, но я про них не буду рассказывать. Вот, смотрите, у нас есть пользователь, мы хотим понять, какие у него на странице есть ресурсы. У нас, значит, подключен скрипт метрики, в метрике есть такая штука, как параметр визитов. Можете собрать JSON-ку и отправить ее на сервер. Все просто. JSON-ка в данном случае может быть вот такая. Значит, у нас есть какой-то корневой namespace ресурсы. И дальше мы просто группируем их по инициатору. Вот, инг и скрипт — это вот то, что в типе инициатора. А дальше в значениях берем домен, с которого вот ресурс загружался. Единичка — это просто какой-то счетчик, чтобы их получать. Собственно, мы взяли все хосты, всего, что есть на странице у пользователя. Отправили в метрику, и в метрику они прилетели в отчет по параметрам визитов. Вот этот отчет строит автоматическую агрегацию по этому дереву, суммирует все узлы, и, собственно, там получается, что наглядно видно, что же происходит. И тут выясняется, что что-то тут не так. Потому что то, что мы отправляли, это и то, что мы ожидаем там есть, но почему-то есть что-то еще. Какая-то Google аналитика, хотя мы вроде используем только метрику, какой-то хостинг Амазона, вообще неизвестно откуда взявшийся, и вообще какой-то домен вот с E-Frame, сразу видно, что что-то в нем не так. Какие-то буквы, цифры, что-то плохое. Это наводит на всякие вот нехорошие мысли. Ну вот здесь простенький сайт, здесь мало скриптов, на самом деле их довольно много. В отчете их смотреть можно, но бывает, что не всегда удобно. Для того, чтобы как-то получить эти данные в связаемом виде и что-то с ними по-другому поделать, как-то переструктурировать, можно использовать API-метрики. Вот API-метрики — это очень крутая штука. Она позволяет делать все, что есть в отчетах, и еще больше. Я не буду про нее здесь глубоко рассказывать. Вы, пожалуйста, про нее прочитайте, и ей можно пользоваться. Ну вот данный пример — это просто запрос, как вытащить все эти домены сквозным списком и получить вот так, в виде JSON-ки. То есть у вас, получается, эти данные по всем вашим запросам есть в сыром виде. Вы с ними можете делать все, что хотите. Например, отфильтровать свои от чужих. Так как вы знаете свои ресурсы, то все остальное чужое. И там есть количество. И вот может получиться вот такая табличка. То есть это что-то не наше. Оно откуда-то взялось. Мы видим домены и видим, сколько их. Интересно. Вот с этой проблемой, конечно же, люди столкнулись довольно давно и поняли, что с этим надо что-то делать. Почему он наберется, я расскажу чуть позже. Но, собственно, для того, чтобы с этим что-то делать, в браузерах уже довольно давно поддержан такой заголовок. Он называется «Containty Security Policy». Но, собственно, он для этого и был придуман. Мы хотим удостовериться, что на нашем сайте нет ничего лишнего. Это можно сделать одним способом. Сделать белый список ресурсов. Все остальное не наше. Но, собственно, вы в этом заголовке перечисляете этот белый список хостов, который нужно считать браузером нашим. И тогда, соответственно, все, что в этот список не попадает, уже на уровне браузера, даже до попадания в вашу страницу, будет отсекаться. И там есть такая удобная вещь, что можно все эти запросы по блокировке отправлять куда-то на наш хост. А там будем на них смотреть. Вот. Я говорю, вещь уже довольно старая, но, к сожалению, не все ее используют. Поэтому посмотрите. Там есть несколько версий. Их нужно почитать и желательно, конечно, сделать. Вот. Соответственно, у вас есть отчет о каком-то нарушении. Это вот тоже какая-то JSON. Там есть URL, который заблокировался, правило, которое сработало, домена, которое все это произошло. Ну и вот у вас есть много таких JSON. Вы их тоже можете просуммировать и построить точно такой же отчет по чужим ресурсам. Здесь, соответственно, уже будут только не наши ресурсы, потому что они на уровне браузера так отсекаются. Вот. Этот список может быть немножко другим. Там могут быть другие цифры, потому что оно работает на разных технологиях. Но в целом эти вещи, они как бы взаимодополняющие, и желательно, конечно, их иметь оба. Откуда все это берется? Почему вообще так получается? Самый старый способ, откуда, как это происходит, это когда на уровне сети разные, ну, в основном, программы на стороне пользователя, ну, вирусы обычные, они просто служат 80-й порт, видят HTML-ку, о, давайте-ка я ее распарсию, добавлю перед закрывающим тегом в боде свой скрипт, ну, а дальше все будет как обычно. То есть этот скрипт идет в браузер, браузер его загрузит, можно нагрузить другие скрипты, вставить картинки, все, что хочешь, можно сделать. То есть вы понимаете, что если у вас есть контролируемая скрипт на странице, там может быть все, что угодно. Ну, соответственно, ради этого уже давно все внедряют HTTPS, но бывает так, что его тоже не хватает, потому что есть другие программы, которые называются антивирусы, которые, ну, на всякий случай, просто чтобы удостовериться, что все хорошо, расшифровывают трафик, смотрят, что все хорошо, говорят пользователю, вот мы теперь тебе точно говорим, что все хорошо, они нам не доверяют. Ну, это такая вот новая тема, и там, конечно, делают не все, но те, которые большие, богатые, потому что это дорого и сложно, они это делают. Ну, а вторая проблема, это тоже, на которую мне хотелось бы заострить внимание, это расширение браузерное, потому что все их любят, все их ставят, все их ставят бездумно, скачивают, что попало. Они, конечно, делают какие-то полезные вещи. Ну, то есть вы все прекрасно знаете, вы все ими тоже пользуетесь, и скачиваете, они делают что-то приятное. Но техника, по которой они взаимодействуют с страницей, она на самом деле очень такая опасная. По сути, у расширения есть возможность добавлять на страницу любые скрипты и вставлять их на разных этапах, и вы про них даже не знаете. И с этим вы ничего сделать не можете. Конечно, можно сказать, что у нас же есть CSP. Давайте поставим всем заголовок CSP, и все, что будет внедрять расширение, будем блокировать. Но если поставить расширение с определенным набором прав, то у него будет доступ ко всем сетевым запросам. Они просто берут и этот заголовок CSP дописывают всем, чем надо. И можете свой CSP за заголовок выкинуть, он не будет работать. Вот так. Страшно? Ага, давайте, что не очень страшно. Но в самом деле тоже страшно. А еще мы бывает пишем код, и там бывают разные ошибки, и на них тоже хочется смотреть. Там много всего полезного и интересного. Делается это очень просто. Значит, у нас есть обычные обработчики Windows and Aurora. В нем есть вся информация о ошибке. Есть почти везде. Мы собираем инфо об ошибке, отправим к нам на сервер. Ну, это можно сделать тоже, например, двумя способами. Можем сделать одну длинную строчку, отправить обычной пустой картинкой, она попадет в логи, и дальше мы как-нибудь там проанализируем. Можно, например, тоже использовать метрику. То есть мы делаем другой namespace, собираем ошибку в виде JSON-ки и отправляем в параметры визитов, и там тоже с ними потом посмотрим. Когда мы будем на них смотреть, они бывают тоже разные. Вот первые два, те, кто этим делом занимается, могут узнать хорошо. Это какие-нибудь там старенькие эксплореры. Ну, не очень понятно, что делать. То есть такие ошибки будут, и можно как-то тратить время, чтобы их искать. И многие это делают, но тут как бы на это может дать много времени. А вот внизу это, в принципе, вполне себе обычная ошибка. В таком-то скрипте, в такой-то строке что-то сломалось. Отличный сигнал, нужно пойти поправить. Эта штука должна работать в продакшене, и желательно вставляться даже инлайновым скриптом, а не внешним, потому что внешний может просто не загрузиться. Вот. А еще бывают другие ошибки. Как раз вот от того чего-то лишнего, чего у нас не было. Вот тут видно, что это какие-то расширения. Это парамет ID-шники из Store, из Google Store. Там тоже есть код, он тоже бывает ломается, а вы вот это то, что поломалось, вы это увидите. А если внимательно посмотреть на то, что там пишется в этих ошибках, то что-то подозрительное, какая-то реклама на главной Яндексе. Ай-яй-яй. Вот. И потом, если залезть в это расширение, скачать его, посмотреть, что там в исходниках, то видно, что это какая-то полезная штука. Она чего-то делает в соцсеточках удобное, но попутанно все сайты подрастают свою рекламу. То есть не только к нам, а вообще ко всем. И вот такая штука распространена. Мы уже года два, наверное, с этим встречаемся. Тут, к сожалению, ничего не поделать, потому что ребята из Google так и не сообразили, что это большая дыра. И вы сколько им про это ни говорили, переписывание заголовка CSP они пока не пофиксили. Ну, собственно, поэтому у нас в браузере сделали так, что если вы заходите на сайт какой-то серьезный сайт, типа банка, там все расширения просто выключаются безусловно. Это безопаснее, чем вот такую штуку иметь. Так, что еще можно интересно узнать? Хочется узнать тип мобильного соединения. У нас есть люди, которые пользуются главной страницей с телефонов, с планшетов, и хочется понять. Ну, то есть в зависимости от того, с какого соединения пришли, можно им там разный контент отдавать, там ресурсы разным весом. Было бы прикольно знать, сколько вообще таких. Делать это очень просто. Есть Network Information API, просто там две строчки кода, и у вас есть значение. Но тут единственная проблема, что оно пока немного где реализовано, и на мобилках это только новые хромы, поэтому iOS есть пролетает. Вот. Ну, будем ждать, может быть, оно появится дальше. Что получается? Вот это просто обычный отчет из метрики. У нас для телефонов примерно пополам, сети Wi-Fi, вот те, которые разноцветные, не подписаны, это какие-то ошибки, иных не очень много. Вот. А для планшетов получается вот так. Две трети Wi-Fi, треть сеть. Ну, это интересно. Если кому-то что-то такое делает, вот имейте в виду. Это данные по мобильной главной странице Янекс. Что еще можно посчитать? Ну, вот это все такие штуки, которые про общее понимание. Вот хочется что-нибудь еще про какие-нибудь оптимизации, что-то такое придумать. Например, про время загрузки изображений. Что у нас из вас, точнее, у нас у многих есть сервис, на которых картинка — это какой-то основной элемент. Хочется понять, как же он себя ведет. Вот, например, у нас есть сервис DEM. Это такая персональная лента. Она сейчас уже встроена во все браузеры, но вообще у нее есть веб-версе. Она с нее начиналась. И, соответственно, и там, когда заходишь на нее, у вас показываются карточки с текстом и картинкой. Ну, это как бы вот она такая единая сущность. Но тут тонкость в том, что этот сервис внедряется в разных далеких странах. Например, где-нибудь в Аргентине или во Вьетнаме. А там интернет плохой, и вообще там сервера наши далеко. На самом деле происходит вот так. То есть человек видит карточку и не видит изображение. А потом когда-нибудь оно у него появится. То есть с точки зрения продукта это не очень круто. Мы все-таки хотим знать, когда наши пользователи могут им пользоваться в полной мере. Поэтому давайте это посчитаем, померим. Сделать это довольно просто. Ну, как просто. Сейчас расскажу как. Значит, у нас есть ресурс тайминг API. Мы вызвали его, получили ресурсы. Вот по хосту нашли ту самую картинку, которая является самой первой. Есть два поля. Start time и duration. Start time — это сколько времени прошло от начала загрузки до отправки запроса, а duration — сколько же запрос выполнялся. Ну, соответственно, вот те цифры, которые там ниже, сетевые, это то, из чего состоит duration. То есть на самом деле нужно смотреть все эти цифры тоже. Ну, вот я сделал пример только из двух. Вот. Это вот очень сложный слайд, но очень полезный. Его нужно понять, и я вам сейчас буду потихонечку его рассказывать. Вот смотрите. У каждого пользователя, который заходит к вам на сайт, сработает этот счетчик метрики. И вот эти данные, которые вы собрали, ну, вот, например, стартайм, от каждого человека к нам пришло на сервер. Вот у нас в этих записи есть сотни тысяч, десятки тысяч. Вот такой массив. Вот то, что слева. То, что мы получили за один день. Ну, обычно статистику собирают сзади, не сравнивают с соседними днями. Вот у нас есть большой объем данных, нам надо как-то его понять. Ну, очень часто с первой реакции, давайте посчитаем среднее. Ну, средняя температура по больнице, это же очень крутая штука. Вот. Ну, понятно, что средняя — это плохая штука, она не дает понимания, как же устроены эти данные. У вас может быть много данных вот на низком уровне, потом резко высокие, а средняя будет где-то посередине. Либо они могут быть все одинаковые, а средняя будет примерно там же. А еще средняя плохо тем, что у вас что-то может меняться вот в разных сторонах, а средняя при этом не будет меняться. Поэтому забудьте про средние и не используйте его никогда. Ну, если вы немножко знаете статистику, то вы знаете, что такое функция распределения. И если не знаете, то надо будет вспомнить. В общем, что можете с этими данными сделать? Можем просто их отсортировать по возрастанию и построить вот такой вот график. То есть сначала самые медленные, вот по оси Y у нас доля запросов, а по оси X у нас, собственно, время, которое этот запрос составляет. Вот. Самое последнее значение — это 100% запрос. То есть если у нас есть отсортированный массив, мы можем, например, взять середину. Это то, что называется медианы. И посмотреть, какое же число там стоит. Вот мы прямо на этом графике проводим горизонтальную линию и смотрим пересечение. Вот получилось, что у нас медиана 543. Что такое медиана? Это получается, что половина значений меньше, чем это число. То есть у половины пользователей время скачивания ресурса меньше, чем 540 миллисекунд. Ну, это здорово. Из этого сразу можно сделать вывод, что у другой половины это время скачивания больше. Давайте посмотрим, что такое больше. Возьмем другой средств, 80%. Смотрим на пересечение. Получаем такую цифру, что у 80% пользователей время скачивания почти 3 секунды. Но это уже много. И, соответственно, у оставшихся 20% это время больше 3 секунд. То есть больше 3 секунд. То есть таких срезов обычно делают несколько и смотрят на эти цифры. Вот в итоге мы из всего нашего объема данных по одной величине получили всего 2, 3, 4, 5 обычно берут значений. Какие-то маленькие и какие-то высокие. И такие данные у нас получаются по каждой метрике за каждый день. Но раз у нас есть такие данные, давайте сделаем из них график. То есть у нас будет много графиков. Вы понимаете, что по каждому срезу и по каждой метрике будет вот такая линия, каждый день. Но их можно объединять, чтобы их было не очень много. И это вот наша хорошая техническая метрика. Можно смотреть, как она себя ведет во времени. Мы что-то делаем, она будет меняться. Ну, потому что как вот код работает, то эта метрика и значит. Вот. И тут есть очень прикольный и очень нужный шаг. Как от этих технических метрик перейти к продуктовым метрикам? Потому что их технических метрик много, и они не всем понятны. Это хорошо, что ваш руководитель понимает, что такое время TCP коннектора на 20% равно 7 миллисекундам. Но это тяжело. А легко это, когда у вас есть понятная всем продуктовая метрика, что у половины пользователей страница грузится меньше, чем за секунду. То есть вы понимаете, что у вас есть часть пользователей, у которых все хорошо, и часть пользователей, у которых все не очень хорошо. И вы стремитесь делать так, чтобы та часть пользователей, у которых все хорошо, просто была все время больше. Ну, либо время снижаете. То есть в данном случае все просто. Чем график ниже, тем лучше. То есть у вас часть фиксирована, там, 80%, А если время падает, значит, у вас эти пользовательства, у них все лучше и лучше. В общем, это очень важная штука, потому что оно обычно связано. То есть вы можете понять, как ваши технические метрики влияют на ваши продуктовые метрики. И вот уже их показывают всем, как результаты своей работы. Раз у нас есть метрики, давайте их пооптимизируем. Вот смотрите, время отправки запроса, от чего он в браузере зависит. Вот, если мы отдали HTML-ку сервера, то браузер, когда встретил текст-картинку, сразу пойдет ее скачивать. То есть это самый быстрый вариант. Может быть, какие-нибудь сложные скрипты, вычисления, нам нужно что-нибудь там, какой-нибудь размер узнать или что-то еще. Тогда мы должны этот запрос делать уже после выполнения скриптов с клиента. Но получается, что нам нужно, в зависимости от того, как мы эти скрипты подключили, во-первых, то есть в самом начале блокирующими, либо после, либо асинхронно, время будет чуть-чуть меняться. То есть нужно понимать, что это все разные вещи. Либо если у вас много скриптов, они работают, то это время будет опять сдвигаться. В общем, от того, как вы написали код, будут меняться технические метрики и дальше будут меняться продуктовые метрики. Это должна быть такая очень четкая и понятная для вас цепочка. Со временем скачивания все примерно то же самое, но только если уже не от того, как вы написали код, а от того, как работает сеть. Но если у вас есть сервис, а пользователи где-нибудь в Бразилии, то желательно, чтобы картинки, например, которые вы используете, они тоже были где-нибудь в Бразилии, чтобы человек не ходил к нам через океан. Для этого просто ставят сервера где-нибудь там поближе. Это то, что называется CDN, Content Delivery Network. И, соответственно, вы можете ее использовать, а можете не использовать. Или можете использовать либо одну, либо другую. Вот в зависимости от этого у вас метод со временем скачать будет тоже меняться. Вот. Но вот раз мы начали говорить о том, что можно что-то менять, нужно поговорить про эксперименты. Собственно, эксперименты — это такая вещь. Мы хотим делать какие-то изменения, но очень боимся. Вот оно может как-то негативно повлиять. И делать их вслепую мы тоже боимся, но делать-то надо. Поэтому что делают? Выкатывают на часть пользователей. Там смотрят. Если хорошо, раскатывают на всех. Если плохо, то выкидываем и делаем дальше. Вкратце это можно сделать так. Нужно всех наших пользователей разметить, выдать им некоторый идентификатор. Он должен быть одинаковым при разных заходах. Очень здорово в этот идентификатор, например, добавлять время, когда он выдан, чтобы мы могли отличать свежих пользователей новых от старых. Соответственно, например, на свежих пользователях можно не делать эксперименты. Они еще вашим сервисом не очень хорошо пользуются. Например, для сервиса Яндекса эта штука называется Яндекс.Суит. Вот такое большое-большое число. Там половина таймстейн, половина рандом. Соответственно, идентификатор должен быть у каждого свой, понятное дело. Ну а дальше все просто. Вы выбираете группу, на которую вы хотите запустить. Ну, просто это половина на половину. Чуть сложнее. Вы берете, например, 5% эксперимент, 5% эталон, а остальных не трогаете. Ну и, собственно, в самом эксперименте вы уже делаете какие-то изменения. А дальше вот этот эксперимент вам нужно протащить в ваши логи, так, чтобы понять, собственно, чтобы уметь его от этого эталона отличить. Ну вот, а дальше у вас уже есть логи по двум группам. Вы просто смотрите на цифру, и то, что лучше, то и выбираете. Это обычное оба-тестирование. Про него много чего написано непонятного. Ну вот на Вики прочитайте описание. Вот. Давайте теперь проведем мини-эксперимент. Вот у нас есть наша статика. Мы хотим понять, а с какого же домена ее лучше грузить. Например, со своего хоста или с какого-то домена статики. Про время загрузки изображения я вам все рассказал. Вот вы делаете все то же самое, но только с одним изменением. Вы вместе с этими цифрами пишете еще некоторый идентификатор. Собственно, в какую же группу этот пользователь попал. А дальше смотрите на логи в разбивке по этой группе, смотрите, что лучше, ну и понимаете, что делать. В метрике это можно сделать так. Значит, у вас есть часть пользователей, которые попадают в эксперимент, часть, которая попадает в эталон. Вот первое — это те, кто попали в эксперимент, когда статика грузит с CDN. Второе — те, кто с текущего хоста. Соответственно, у вас есть какой-то ID-шник картинки, которая вот самая первая. Вы просто берете время ее скачивания и пишете в значение. В другом случае у вас будет другая картинка. На самом деле туда можно впихать вообще все, что хочешь, и оно все разобьется по этим группам. Дальше идем смотрим на отчет. И хотим их посравнить. Тут надо понимать, что сравнивать надо с умом. Во-первых, сравнивать нужно одинаково порядка величины. Вот у меня здесь было 38 одного, это вот правая стрелочка, и 48 другого. Но кажется, эти числа сильно отличаются. Во-первых, а во-вторых, кажется, эти числа какие-то маленькие. Поэтому для того, чтобы проводить значимый эксперимент, у вас должно быть много данных. И если данных вдруг вам не хватает, вы можете просто эксперимент проводить несколько дней, собирать данные за какой-то большой период. Ну а дальше, соответственно, в метрике параметры визитов автоматически суммируются, и можно взять средние. То есть можно сравнить две другие стрелочки, посмотреть на числа. И смотреть, ага, одно больше другое, кажется, оно лучше. Но тут беда-то в том, что это среднее значение. А я до этого говорил, что его использовать не нужно. К сожалению, ребята из метрики так пока и не сделали. Вычисление любых процентилей по любым срезам. Я хотя бы периодически про это прошу. Но в общем, в самом отчете стандартно так делать не получится. Ну, не беда. Можно взять этот отчет, посмотреть на эти данные, с помощью API-метрики их выгрузить, проанализировать, взять все, что вам нужно, записать, вывести на графички и получить собственно требуемый результат. А еще в метрике можно все отчеты сегментировать по какому-то условию. Например, по вашему параметру визита, собственно, тому имени эксперимента, в который попал пользователь. Тогда у вас будут все отчеты разделены на разные группы, и вы можете уже сами отчеты сравнивать. То есть есть там стандартный отчет по времени загрузки страниц. Там тоже считается куча метрок. Вы их тоже можете друг с другом посмотреть. Вот так. Это, конечно, не все. Есть еще много других интересных задач. Я сейчас хочу рассказать про задачу анализа данных. Это вот машинное обучение, биктата, все дела. Но на самом деле это просто интересно, и это на самом деле доступно. Вы как бы тоже можете немножко постараться, научиться, и при освоении некоторого количества инструментов тоже все это сможете делать. Например, какая у нас есть задача? Вот у нас есть пользователи, которые к нам приходят на сайт, и метрика по умолчанию строит отчет по географии. У нас такая карта России. Не очень хорошо видно. Это просто разные оттелки желтого. То есть зеленые — это области, в которых людей много. Красные — это области, в которых людей мало. И области они такие большие и все моноцветные. То есть кажется, что как-то люди там распределены равномерно. Но мы же знаем, что так не так, и что это не так. У нас есть места, где людей очень много, и людей очень мало. То есть эта карта информативна, но хотелось бы сделать лучше ее. Давайте попробуем понять, как это сделать. Мы можем узнать живые координаты пользователя. Например, с помощью geolocation API. То есть когда человек заходит на сайт, мы можем спросить геолокацию. И если он ее разрешает, то те географические координаты, которые нам вернули геолокацию, просто пишем в куклу. А если мы это пишем в куклу, значит, оно попадает к нам в логи. Соответственно, мы можем взять эти логи и на них посмотреть. Но там, конечно, будут десятки, тысячи, миллионы, сотни миллионов записей. И понятно, что столько точек на карту как-то тяжело нанести. Для того, чтобы это можно было сделать, давно придумали штуку, которая называется кластеризация. С точки зрения карты, вот пример с Яндекс.Карты, это вот такая вещь. У вас есть много точек в одном месте. Вы их заменяете одной точкой, но просто чуть более крупной. Вы у нее вес увеличиваете, например, на количество этих точек. А дальше этот вес может показывать точку большего радиуса или большей яркости. Соответственно, из всех этих миллионов-миллионов точек вы делаете какое-то конечное количество. Например, там несколько тысяч. А это уже вполне можно нанести на карту. И вот смотрите, что получится. Яндекс.Карта России. А это пользователи мобильной версии Яндекса. И прямо видно, где люди живут. Видно, где они живут. Видно, где они живут в эмиграции. Видно, где они отдыхают летом. Все курорты здесь подсвечены. Видно, что пользуются наши соотечественники где-то там вообще в других странах, совершенно неизвестных. И видно, вот такую картинку вы никакими другими способами не получите. Это очень крутая вещь. На нее можно смотреть долго, вдумчиво, красивая она такая. Сделано это с помощью другого IP в картах. Называется HitMap. Ну, конечно, она немножко была доработанной, но суть этого не меняет. То есть у вас есть какое-то фиксированное количество точек. Здесь, по-моему, около четырех тысяч. Ну и дальше оно вот как-то так вот красиво показывается. Конечно, это еще не все. Все, что касается анализа данных и еще разных вещей, про которые мы хотим узнать у пользователей и понять, как еще все это работает, можно много еще всего измерять. Поэтому, к чему я вас призываю? Станьте аналитиком своего сервиса. Это безумно интересно, и это будет безумно полезно, собственно, для того, как ваш сервис работает. Вот. А вот тем, у кого есть выделенные аналитики, я хочу сказать такую вещь, что у вас от них есть одно существенное отличие. Они принимают ваши данные как есть и как-то их анализируют, а вы эти данные пишете. И мне кажется, что вы лучше знаете, что вы пишете и зачем вы пишете. Поэтому, если вы сможете эти данные еще анализировать, то у вас в ваших руках будет вся цепочка. Вы придумываете данные, придумываете метрики, смотрите на них, понимаете, что они значат. И после этого вы же сами можете принимать решение. И вот когда у вас будет вот эта вся вещь в ваших руках, застанет просто вообще отлично. Это я. Можно мне написать, что-то спросить. На этом все. Спасибо. Спасибо за доклад. Очень интересно услышать про аналитику вот среди, собственно, программистов. И, собственно, на мой взгляд, это безусловно правильно. Для начала можно вернуться на 43-ю страницу? Какую еще раз? 42-ю, пардон. Еще раз? 42-я страница. Там, где решение, да, вот оптимизации. Вот есть проблема, например, время слишком большое, и решение использовать CDN. А откуда у нас это решение? Может быть проблема совсем в другом. И здесь мы как бы занимаемся шаманизмом и предполагаем просто-напросто на пустом месте. Мы не предполагаем. Я же сказал, что duration — это такая общая метрика, а у нее есть много разных значений. Да, с остальных четырех. Директ, коннект, TCP, вот это все, OfficeByte, вы эти данные на самом деле анализируете. То есть не одно общее, а вот много-много маленьких. А вот когда вы анализируете много маленьких, вот уже каждая маленькая вещь, она отвечает за, собственно, какую-то вещь. То есть если у вас большой пинг, то у вас будет большое время TCP. Если у вас быстро вытесняется из кэша адрес DNS, то у вас будут постоянные реализовывы, и вы это тоже увидите. Собственно, оно в разные места тянется, но как бы CDN просто как один из вариантов, что вообще можно сделать. На что вы можете повлиять? Вот. Из этого растет второй вопрос. Если у нас есть различные распределения случайных величин, то вполне возможно, что они коррелируют как-то. И было бы неплохо смотреть не на конкретную случайную величину, ее рисунок, ее распределение и так далее, а корреляться ее с другими. Например, проблема добавления какого-нибудь плагина может сильно влиять на дюрейшн тот же самый. Да. Смотрите, и это опять к тому же, что мы думаем, что мы живем в реальном мире, а на самом деле может получиться так, что мы живем вот в таком мире, который есть. И там причины могут быть разными. Соответственно, чем больше вы данных собираете, тем лучше у вас в голове получается картина. И может быть, да, что может быть дело не в сиденных. А это вариант о том, как бы это легко попробовать. То есть вы можете гадать, но вы гадаете не вслепую, а вы включили, померили, не заработало. Окей, выключи, поехали дальше. Что приводит к третьему вопросу. Насчет экспериментов и, собственно, обе-тестировании. Мане, мы в одной группе сделали, ну, изменили, грубо говоря, интерфейс. Хотим померить, насколько это… Вообще, хорошее ли это изменение? Как к нему относятся пользователи? Соответственно, смотрим на метрики, и опаньки, одна растет, другая падает. И вот так вот со всеми. Что делать? Слушайте, ну, это такой, как бы вполне себе стандартный вопрос. Вопрос в том, сколько у вас метрик и каких. Как бы каким метрикам… Ну, то есть вообще придумать метрику, принять ее, это прям вообще целый процесс. Я прям даже рассказывать не буду, это сложно. Особенно по времени, по работе интерфейса, потому что мы хотим-то узнать все, а браузер позволяет узнать далеко не много. Ну, далеко не все. И надо понимать, как бы вы готовы этим жертвовать или не готовы. Если не готовы, то либо разбираетесь, либо откатываете. Тут варианта два. Ну, то есть это уже продуктовое решение, и тут нам как бы… Нет, это не продуктовое решение. Это в том числе и ваше решение, потому что вы должны понять, что с этими метриками не так. То есть если вы им изначально верили, а потом с ним что-то не так, это вот работа аналитика, понять, почему же это не так. Вот тут надо только думать, предполагать, что-то пробовать. Очевидный вариант, может быть, стал пользоваться сервисом удобнее, как следствие человек быстрее находит, как следствие меньше проводит времени на сайте. Да, вот такие вещи есть, да. Они как бы взаимоисключающие. Но, с другой стороны, это только предположение, опять же. Да, и как бы опять… Ну, да, тут на самом деле, правильно, может быть, это еще и продуктовая метрика, что теперь у нас наступает эпоха, когда нам нужно не трафика лить больше, а увеличивать залипаемость ресурсов. Мы его там переориентировали. Ну, да, что больше надо, то и максимизировать. В общем, без аналитиков все равно не обойтись, без продуктов и так далее. Очень круто, если бы вы в это решение как-то тоже не принимали участие. Иметь строго оппонента, короче. Маленький вопрос. А мы тоже собираем аналитику и такой вопрос по поводу стратегии. Вы сразу же, вот когда собираете аналитику, полностью все эти из браузера данные, что когда entity подгрузились, и сразу же отправляете на сервер, либо вы где-то ее храните, и в течение нескольких сессий собираете, собираете, и потом с коупом. Смотрите, чем раньше, тем лучше, но статистика, да, я про это не стал рассказывать, это довольно… Так тоже отдельно интересная тема. Вопрос в том, как отправлять. То есть есть обычные… Ну, то есть как, например, клики считать. То есть хочется все посчитать, но бывает так, что все посчитают это сделать людям хуже. То есть если мы каждый клик будем считать через редирект, то люди будут видеть личный редирект. Поэтому можно использовать send-биконы. Биконы крутая вещь, и их нужно использовать, но, к сожалению, ну, не везде еще хорошо работает. Вот. Можно, если та страница, на которую вы переходите, она тоже ваша, оттуда собрать данные. Но, как бы, у нас, вот, по крайней мере, вот в наших чиселках, мы все считаем сразу и даже в рилтайме. Иван, привет. Спасибо за доклад. У меня очень короткий вопрос. Мирите ли вы такие вещи, как… Вот ты говорил о том, что, допустим, запрашивается у пользователя геолокация данная, да, вот внешние запросы от браузера. Ну, я думаю, что вы меряете. Вопрос, обладаешь ли ты информацией о том, как часто вообще люди дают разрешение на отправку своих данных подобных? Слушай, вот, честно, если бы я предполагал, я бы, конечно, прям зашел, тебе точно сказал с точностью до одного человека, вот, но, по-моему, что-то процентов тридится не больше. Спасибо. Но там, во-первых, не все геолокацию поддерживают, во-вторых, она протухает, то есть там разные permission есть в разных, в iOS, в Android, она там на разное время сохраняется, и вот ее приходится переспрашивать, но, конечно, далеко не все это разрешают. Ну, то есть фактически каждый третий примерно только дает? Ну, я бы сказал, что это оценка сверху. Может, даже меньше. Окей, спасибо. Спасибо. Мы как раз недавно с коллегой обсуждали эту тему и пришли к таким двум, не знаю, противоречивым подходам. Первый подход — это когда у нас есть какая-то гипотеза, и мы начинаем по этой гипотезе собирать метрики, ну, то есть проверить ее, чтобы. А другой подход, он такой хомячиный, когда мы собираем все-все-все, потом пристально смотрим на эти данные, и какие-то инсайты у нас могут возникнуть. Они, наверное, в принципе, оба имеют право на жизнь. Можете прокомментировать, насколько они полезны на каждой из них? Ну, в общем, мы делаем как? Мы собираем все, что можно. Ну, я не знаю, что-то нового, не знаю, прям так, вроде так сильно нового прям не появляется часто. Ну, короче, если есть крутая метрика, которая позволяет что-то новое посчитать, то, конечно, надо ее собрать, на нее посмотреть. То есть, вот, например, нам нужно было узнать про тип сетей. Взяли, запилили, посмотрели. Но при этом понимаем, что это только часть выборки, это не все. Вот, ну, в общем, как бы все, что можно понимать, все собираем. Ну, на самом деле, бывает так, что, ну, типа, сейчас не надо, потом надо будет какую-то историю посмотреть. Еще тоже очень полезно. У вашего конкурента, у Google Аналитики, есть технология многоругого бандита, которая, грубо говоря, за вас определяет, какие пользователи посмотрели, ну, какой-то вариант из двух, там, к примеру, если мы два тестируем, ну, посмотрели, какой отклик у него лучше. Есть ли такое же у вас что-то, решение? Или мы сами выбираем, какой нам из вариантов подставить на стороне, там, сервера или на стороне клиента, не важно. Ну, смотрите, честно скажу, что я так как аналитикой сильно много не пользовался, в угловой, ну, посмотрите, эта вещь очень понятна, и, конечно, хочется, чтобы оно работало как-то само без нашего вмешательства. Конечно, здорово, они что-то делают. Вот, что у нас такого, я не очень помню, чтобы сразу выбиралось. Ну, то есть это вот то, как, то есть здесь метрика, это больше как инструмент сбора данных. Вот, что-то там специализировано, я не знаю, я вот, может быть, не на острие атаки и там чего-то, может, пропускал. Вот, не знаю, не помню, к сожалению. Спасибо большое за доклад. Я так понял, он в основном ориентирован на аналитиков больше, чем на разработчиков. Как раз наоборот, чтобы всех свою веру принять. Ну, дело в том, что аналитик растет из бизнеса все-таки, наверное. Вот, вопрос, скорее, повторяет немного вот предыдущий вопрос. Как разработчику можете сказать конкретные вещи какие-то, чем метрика лучше Google аналитики? Да ничем. Многих вообще ставят две. Они просто разные немножко. Как бы, смотрите, про бизнес я скажу тоже. Ну, а что вам мешает вникать в бизнес? Это, блин, очень полезно. Как бы тут нет никаких ограничений. Как раз чем лучше вы вникаете, тем больше вы понимаете, тем ваша ценность выше. Они не лучше, они просто разные. И то, и то, и другое можно использовать. Кому что больше нравится. Это правда.